И ходила на Великой Катюшка, на высокий берег, на крутой. Фронтовые песни, духовой оркестр и множество гостей. Так началось празднование Дня Победы для ветерана Великой Отечественной войны Григория Бреусова. Канун торжества поздравить ветерана пришли депутаты, общественность, молодежь и первые лица города. Более 30 тысяч человек в городе Армавире пошли защищать нашу родину в 41 году. Из них погибло более 12 тысяч человек. Фактически каждый третий армавирец остался на полях сражений. Поэтому те люди, которые пришли живые и принесли нам эту победу, это живая память. Это немая совесть для каждого из нас не предать, не подвести, не забыть самое главное. Победить фашистов, современных новых фашистов, чтобы та жертва, которую принес наш народ, тот подвиг, который совершил сегодняшний юбиляр, именинник, чтобы эта жертва, этот подвиг был не напрасен. В Армавире остались живых только пять ветеранов Великой Отечественной. Городские власти уделили внимание каждому из них. Устроили личный праздник со всей атрибутикой. Возле дома Григория Бреусова состоялся настоящий военный парад. Артисты фронтовой бригады исполнили песни, которые так дороги сердцу каждого ветерана. Главную композицию праздничного события «День Победы» исполнил духовой оркестр. Оспели ее все участники мероприятия. Слова этого произведения знает каждый россиянин. Григорий Бреусов в январе отметил свой 100-летний юбилей. На фронт он ушел в 1943 году. За победу над фашистской Германией награжден Орденом Отечественной войны и Орденом Славы. Григорий Кириллович признался, что организованный для него праздник произвел на него огромное впечатление. Очень хороший. Никогда я такого не встречал. Коллектив дружный, хороший. Все то, что надо. В следующем году наша страна отметит 80-ю годовщину Великой Победы. Почетные гости пообещали навестить Григория Бреусова и пожелали ему оставаться в строю.